Миром правит любовь, это известно. Неизвестно только, как она это делает. И почему именно ему нравится именно она? Что в ней такого особенного? Ум, красота или набор хромосом и генов? Именно об этом мы и поговорим сегодня. Если остановить на улице 100 человек и спросить, а в чем суть теории Дарвина, они скажут, что человек произошел от обезьяны. А суть теории Дарвина в том, что сохранение происходит рода через его улучшение благодаря половому отбору. Человек должен постоянно меняться, постоянно эволюционировать, постоянно улучшать иммунный статус. И все это обеспечивает половой отбор. Все остальные вещи, сексуальность, секс-индустрия, красота, салоны, пластическая хирургия, это жалкие аксессуары, это маленькие инструменты для того, чтобы обеспечить главную задачу сохранение вида. И вот секс, как бы его не ругали, как бы его не осуждали, остается все-таки движущей силой и выживанием в этом мире. У животных нет половой жизни. У животных лишь только исполнение репродуктивной функции. Главная задача оставить потомство. И как это у животных бывает, после этого отношения разлаживаются. Выполнил основная функция и, кажется, сделал дело гуляй смело. У человека это намного сложнее оказалось. Второе важное обстоятельство наличие оргазма у женщин, чего нет в животном мире. У человека появляется половая жизнь, которая не связана с репродукцией. Сексуальные радости мужчины не связаны с качеством потомства, потому что это гонорар, который он получает всегда. Вот безработица, голод, но он выполнил репродуктивную работу, и тут же гонорар оргазма. Тайна женского оргазма, к ней эволюционисты и психологи подбираются довольно давно. И на сегодняшний день такой компромисс достигнут, что оргазм это необязательная вообще вещь. Природа не закладывает оргазма. Ее награда за репродукцию это ребенок. У мужчины может сомневаться, а женщины не может сомневаться. Кто родитель? Родительские радости, награды за эволюцию. Но оргазм возникает, вот, ну, там, может быть, и в истории человек. Кстати, у оргазма нет практически ни у каких животных. Так вот, оргазм это психологические путы, психологическая привязка мужчины к семье, к ребенку, к процессу социализации. Когда женщина испытывает оргазм, она бессловно говорит, ты самый лучший. И уйти от такой женщины становится уже нелегко. И наоборот, если женщина не испытывает оргазма, то есть на немом языке она как бы говорит, ну, не все у тебя хорошо получается. И не самый лучший ты. И это вызывает у мужчины достаточно тяжелые переживания. И иногда поиски, проверки, попытки хотя бы проверить себя на стороне. Это вовсе не значит, что женщины должны притворяться. И вот сегодняшняя статистика говорит, что 42% женщин периодически инсценируют оргазм, чтобы удержать мужчину как-то. Но статистика по мужчинам, которая была проведена, ну, только в позапрошлом году, реальная, показала, что у мужчин более 45% периодически имитируют оргазм, но чтобы показать, что он еще на плаву, что он еще молод, что на него еще можно рассчитывать, что его не надо бросать, что он еще не отработанный репродуктивный материал. Так что в этом отношении, ну, так скажем, имитационное поведение с двух сторон достаточно высокий уровень. Чуть ли не половина всех живущих периодически к этому прибегает. В 70-е годы возникло поопределение сексуального здоровья, где было показано, что это не только отсутствие болезней, физических недостатков и уродств, препятствующих сексуальности, но это развитая в человеке способность любить, вступать в контакты, взаимно обогащать личность в интимных отношениях. И, наконец, это отсутствие предрассудков, мифов, заблуждений, мешающих половой жизни. И вот в последнее время мы получаем все новые и новые доказательства важности сексуальности в жизни человека, что если человек ведет активную сексуальную жизнь, его жизнь приблизительно мужчина на 10 лет оказывается больше. Регулярная сексуальная жизнь вызывает понижение вероятности развития рака, способствует улучшению коронарного кровообращения, снижению артериального давления и, самое главное, происходит замедление развития процессов, лежащих в основе болезни Альцгеймера. То есть по всем параметрам мы получаем от сексуальности как таковой, здоровой, нормальной, реализуемой с постоянным партнером, мы получаем знаки плюс. Сказано, что если мужчина находится в возрасте, где он уже не может, там, скажем, не хватает у него энергетики и личностного потенциала на продолжение сексуальных отношений, то его, собственно говоря, состояние физическое улучшается, если он мастурбирует, используя порнографию. Более того, указано, что даже если просто мужчина, ну, в возрасте, там, скажем, 60 плюс, хотя бы там, ну, посещает стрип-бар или смотрит хотя бы глянцевые женские журналы, то у него улучшается уровень оптимизма, жизненного настроения, уменьшаются даже, ну, там, скажем, проблемы с суставами, где, казалось бы, уже сплошная органика. Даже поцелуй обыкновенный, который, ну, казалось бы, уже совсем не требует никаких энергетических затрат, но люди регулярно целующиеся говорят, что они приобретают лучший иммунный статус. При поцелуе и обмен, обмен микробами действует как вакцинация. Даже в таких невинных проявлениях сексуальности заложен большой смысл. И самое главное, что природа действительно так устроила, потому что любая форма сексуальной активности должна быть поощрена. Она создает большее количество комбинаций, она способствует позитивным мутациям, она способствует появлению особей с высоким иммунным статусом. В мозгу уже существуют как бы врожденные программы, в том числе и полового развития. В одних случаях более сложных, в других менее сложных. То есть человек наследует программу поведения. Сегодняшняя медицина, она обращена на то, чтобы спасти ребенка любой ценой. Это ее гуманитарное призвание и высшая миссия. И поэтому многие дети, которые раньше не имели шанса быть рождены, но в силу различных генетических аномалий, в силу уродств рожденных, они сегодня на свет появляются. Так вот, самое главное происходит еще внутриутробно. И буквально там на шестой-восьмой неделе начинается половая дифференцировка. И вот эти ранние этапы развития половой системы, они оказываются очень и очень важны. Но даже если все хорошо, при быстрых родах это сжатие резкое. И микрокровоизлияние, и другие вещи, на месте которых появляются рубцы. И вот постепенно в жизни, даже рожденный с такой патологией родовой травмой ребенок, он постепенно выздоравливает. Но сексуальные последствия могут оказаться очень инертны. Каждый ребенок начинает обследовать себя, чтобы создать схему тела в голове. Он трогает коленку, и в определенном месте включается зона чувствительности коленки. Но если он прикасается к гениталиям, и вдруг начинает чувствовать, что эта зона как-то по-особому чувствует, у него может появиться, ну так скажем, навязчивое стремление стимулировать гениталии. И такому ребенку ему нужна уже реабилитационная гимнастика, восстановительная. А уже потом, когда он станет взрослым, преодолевать некоторые сексуальные расстройства. Чаще всего выражающиеся в быстром, молниеносной разрядке. Сексуального влечения. Но это все наступит, когда он будет взрослым. А в детстве единственным симптомом в 4-5 лет будет сохраняющееся ночное недержание мочи. Если взять вот жизненный капитал, витальный капитал так называемый, вот время детства, это, ну скажем, идет год за 4. Потому вот до 15 лет это самый тот возраст, когда закладывается здоровье на будущее. Вот чем больше в этот период он будет лучше, как говорится, подготовлен, тем, и причем это отразится на его последующих болезнях, и в целом на популяцию, и на сроках его жизни. Но особого внимания может быть вот периоды пубертатного развития, то есть когда начинают формироваться половые признаки. Ну допустим, у мальчиков уже где-то к 15 годам они должны быть сформированы. Если этого нет, уже показана заместительная терапия. Но следующий-то важнейший процесс развития, собственно говоря, становления психики, оно происходит от года до 18 лет. Он делится на несколько этапов. Дошкольный период. Самая главная задача этого периода, чтобы ребенок понял, что мир делится на два лагеря дружелюбных, мужчин и женщин, что из мужчины это папы, женщины это мамы, от этого рождаются дети, что люди любят друг друга, и что он сам ребенок мальчик или девочка. Вот завершением этого вопроса, когда он познает мир, является, а я кто в этом мире? Мальчик, девочка, кем я вырасту буду, мужчиной, женщиной? Он не улавливает этих моральных оттенков отношения общества к сексуальности, но у него обязательно возникает интерес к противоположному полу. Но к четырем годам ребенок должен твердо знать, он мальчик или девочка. И вот как только это произошло, заложен фундамент для всего психосексуального развития. Он уже знает, в каком направлении будет жить, двигаться, развиваться. Нетрадиционная сексуальная ориентация возникает в период, когда появляется сексуальное влечение. Но вот в этот период появляется феномен транссексуальности, если он не закрепился на позициях своего пола. А это сегодня хоть и небольшое количество людей, это очень большая драма. И в своем большинстве мировое сообщество признало, что эти люди подлежат операции и смене паспортного пола, и последующей реабилитации. Иначе они просто кончают с собой во взрослой жизни. Как известно, уже на генетическом уровне закладывается в хромосомах тип пола, мужской или женский. Это известный х хромосом у женщин, х у мужчин. Далее идет пол ганадный, так называемый, эндокринный, физиологический пол, и, наконец, психический пол. Как врач-генетик, мне больше всего приходится работать с такими патологиями, которые связаны, например, с аномалиями хромосом. Это более 1% людей, которые могут иметь вот эту аномалию. Она приводит к девиациям и в физическом развитии, и в интеллектуальном развитии. И довольно сильно может влиять на поведение. В настоящее время известны точно определенные мутации, которые вызывают эти патологические отклонения. Исследования на близнецах, к примеру, показывают, что гомосексуализм – феномен, который связан в значительной степени с генетикой. В значительной степени. Но могут быть и средовые факторы, которые могут привести к развитию гомосексуализма. Ребенка надо периодически, наверное, спрашивать, мальчик он или девочка. То есть этот вопрос нужно немножко подталкивать извне. И если ребенок не знает ответа на этот вопрос, это должно встревожить. Но этот этап полностью выпадает и из домашней, и из садиковской, и из другой педагогики. То есть ребенка, наоборот, охраняют от всего, от этого, с ним не говорят о вопросах пола. И вторая вещь, которая пугает здесь родителей – это сексуальные игры. Ребенок в этом возрасте, когда он понимает, что есть люди разного пола, он вступает, если он нормально социализируется в сексуальные игры, это там в папу, маму, в доктора. Но это с раздеванием, осматриванием, ощупыванием. Здесь нет ничего страшного. Даже если дети имитируют половой акт, это не свидетельство о том, что они извращены, ибо они не ведают, что творят. Они чисты как раз в этом отношении. Это пугает. Но если ребенка вот начать наказывать за это, вот здесь может быть в душе поселить страх и паралич перед любой формой сексуальной активности в будущем, который потом всплывет в 20 лет, в 30 лет, когда человек будет вступать в брак и пытаться обзавестись семьей. После того, как стало понятно, что ребенок мальчик или девочка, теперь возникает вопрос, какой ты? Мальчик должен быть мужественным, автономным, агрессивным. Он должен быть смелым, идти на риск. Хотите драчливым, хотите нарушающим правила. Мальчик не может общаться с девочкой. Ну и девочке не принято общаться с мальчиком. Чтобы выработать манеры, привычки, повадки своего пола, нужно отделить от себя все чужое. Мальчик должен быть бесконечно далек от женского. В этот период даже он отделяется от сестер, от матери. Это абсолютно нормально. Если этого не происходит, он не станет нормальным мальчиком. Один день залезть на самое высокое дерево, другой день на развалины, третий день прыгнуть с высокого обрыва в воду, четвертый день прокатиться на жутком аттракционе, пятый оседлать мотоцикл и так далее. Если мальчик этого не делает, он вырастает не мужиком. Его не выберет женщина. И у него не будет шансов остаться в эволюции. А выбирает женщина. А вот девочка, она должна стать мягкой, доброй, ласковой, чувствительной, женственной, склонной к украшению, склонной к сочувствию. Должна получить навыки домашних, ведения хозяйства, приготовления, пищи, шитья. Ну, то есть, женский репертуар должна освоить. И если она в этом возрасте там шлепает в маминых туфлях, таскает косметику, красится, это не ужас. И никогда она не станет развратной, мерзкой, гадкой. Она будет полноценной женщиной. Она тоже должна все это перегнуть, попробовать на себе отработать этот женский репертуар. И девочка в младшем школьном возрасте может, ну, беззастенчиво кокетничать с пришедшим в дом мужчиной, там, другом отца, там, или другом семьи и так далее. И в этом нет ничего вообще угрожающего. И обязательно тоже нужно где-то попробовать свои коготки, пробивающиеся здесь. Не только их накрасить, но и попробовать, способна ли она производить впечатление. И если это в ней есть, значит, она будет в жизни успешна. Она никогда не станет с одинокой, она никогда не останется бездетной, она не останется несчастной. Вот это все закладывается здесь. Но вот здесь педагогических ошибок полно. Потому что мальчик и педагогический идеал – это спокойный, добрый, тихий, на скрипочке играет, маме поможет, с сестренкой посидит, отличник. А девочка? Какой педагогический идеал? Это тоже комсомолка, активистка, спортсменка, отличница, староста, раньше комсорг. И мальчики хоть и называют их ябеды, плаксы, отодвигая от себя, а те называют хулиганами, и между ними происходит игровая вражда. Педагоги их пытаются помирить, соединить. Ну, когда речь идет о конфликте, конечно, это нужно. Но в целом надо понимать, что это совершенно естественный процесс. Это не вражда, а игра. И мальчик с девочкой в этом возрасте, они не могут быть вместе. Потому что если они вместе, это значит жених и невеста, тире, тире, тесто. Это стыд страшный. Это, ну, такой низкорейтинговый эпизод в жизни, от которого несколько лет ребенок отходит. И этого тоже сообщество не понимает. А если мальчик с девочкой наедине, между ними могут быть прекрасные отношения, дружба и даже теплые чувства друг к другу, что естественно. Но стоит появиться третьему лицу, третьему подростку, оценщику, и они должны моментально друг от друга отпрыгнуть. Патология этого периода ужасна. Это омужествленные женщины, и это безвольные мужчины, тряпки, у которых нет шансов, ну, понравится даже женщине. Вся драма любви возникает тогда, когда пробуждается именно инстинкт размножения. Это происходит уже в третьем периоде подростковости. Это с 11-13 до 15-18 лет. Рост и массы тела, костей сначала длинных, потом выбрасывается огромное количество гормонов, останавливает рост рук, ног, и долговязый подросток начинает расти туловищем, приобретая пропорции взрослого. Во-вторых, это мутация голоса, появление у мальчиков КДК. Мышечная масса, мальчики до этого все время отставали от девочек на год, а тут они их начинают опережать и по физическим параметрам, и по росту. В этом возрасте огромный гормональный всплеск у мальчиков мужских гормонов, то есть тестостеронов, ну, там несколько, смесь различных, фракций тестостерона, а у женщины эстрогенов, у девушки, у мальчиков появляется половое влечение, эрекция, эякуляция, у девочек месячные и половое влечение. То есть в этот период, собственно говоря, организм начинает функционировать как организм взрослого. Разум, конечно, остается на уровне ребенка, подростка. Здесь происходит формирование полового влечения и коммуникативных навыков на уровне взрослых людей. И вот это чувство, оно проходит несколько стадий любви. Сначала это платоническое, интерес бешеный, хочется любить, но еще неизвестно кого. Потом эротически это чувство, ну, буквально сексуального возбуждения, вожделения, причем это и у мальчиков, и у девочек. Подростковая суть, он все время страдает от того, насколько я хорош, смогу ли я понравиться, найдется ли кто-то, кто полюбит меня. Он живет в этом, ну, в ужасном совершенно мире, потому что это возраст первой любви. И если к 15 годам молодой человек или девушка не пережила первой влюбленности, яркой, всепоглощающей, пусть наивной, это значит очень плохо. Это означает, что в этом возрасте формируется, ну, как минимум, ну, недостаточность коммуникативных навыков и свойства любить. А как максимум это, может быть, уже наступает и трансформация полового влечения к лицам своего пола. Или еще, что может быть более необычным объектом. Ну, это годик для мальчика, а для девочки может быть два, потому что у нее раньше возникает этот интерес. И девочки первое время даже ориентированы на более старших мальчиков. Но девочки там, скажем, пятого класса поглядывают на мальчиков седьмого, восьмого класса, потому что они примерно в одном, ну, в полувозрастном находятся потоки, а свои еще никакие, те еще такие шумные и бестолковые. Вот. Но здесь возникает такая история. Какой-то наступает класс, очередной на шестой сегодня, даже не седьмой, а шестой. Значит, в этот период возникает массовая влюбленность. Вот все по парам. Во всяком случае, продвинутая часть класса, то есть активные мальчики и симпатичные девочки, разбиваются на пары. Еще здесь, ну, не принято обниматься, целоваться, ну, обязательно писать записки, провожать. Но самое главное здесь происходит ведь общение. Здесь самое главное – это записки. Это сегодня телефонные разговоры по сотовым телефонам, это смс-ки, ICQ. И это совсем неплохо, потому что число неудачников при этом уменьшается. Человек втянут в этот. Если у него нет девочки, это непрестижно. Надо срочно обзаводиться. Подростковое общество заставляет это делать. А вот следующая фаза, эротическая, вот она тоже видна в каждом классе. Это седьмой, восьмой класс. Вот в этот период уже какое-то особое отношение друг к другу. И хоть первая влюбленность, она всегда проходит, она несчастна по своей основе. В первой влюбленности достоинства человека не имеют никакого смысла. Но если ты пережил это чувство, значит, ты нормален. Вот что важно. А если вот школа и родители ломают это, считая, что вот таким образом человек начинает плохо учиться. Да, конечно, куда учиться, когда нужно срочно кого-то любить. Вот если родители и школа в заговоре особенно ломают судьбу человека, это, конечно, потом отзовется гулким эхом через 5-10 лет, когда возникнет настоящая серьезная история романтическая, и она будет завершаться очень плохо. До 16 лет, ну, треть вступает в сексуальные отношения. В случае вступления там 14 плюс сексуальные отношения, они малочислены, 5 процентов, там скажем. Но кто вступает? Дети развиваются по-разному. Некоторые в 16 чувствуют себя, как в 14, а некоторые в 14 чувствуют себя, как в 16. Но в целом все-таки сексуальные отношения, конечно, начинаются у 2-3, это, ну, как примерно конец школы, вот накануне выпуска или перехода, сразу после перехода в постшкольную реальность. Проблема – это неизбранность, то есть отсутствие навыков общения, отсутствие навыков умения нравиться, отсутствие умения ухаживания, непонимание того, что любви надо добиваться. А природа закладывает это все в мужчину. Он должен, ну, быть рыцарем, он не имеет права отступиться. Вот школьная дискотека. Приходят красивые девчонки, их никто не приглашает. И приходят средние девчонки и танцуют на расклад. Прежде чем пригласить, мальчик должен встретиться с ней глазами, взглядом, и должен получить одобрение. Тогда он идет и чувствует грудь колесом, и чувствует себя на коне. А если она глазами ему отвечает «нет», он никогда к ней не подойдет. А скандалиться быть отвергнутым, если он пришел для него, это, ну, большая травма. И вот это умение, ну, как бы вступать в контакты, умение, ну, отказать тем, кто не нравится, и умение сделать шаг навстречу тому, кто нравится, это вот, ну, суперискусство общения для женщины. А для мальчика суперискусство, не отступаясь, добиваться своей любви, доказывать. И есть некоторые пары, где он ее просто со школы выходил. И она его год вообще презирала, второй год терпела, третий год привыкла, кончилась школа, она видит. Так он же замечательный на самом деле. Потому что она просто о другом мечтала. Ну, там, я не знаю, рыцарей на белом коне. А он, оказывается, лучше, чем любой рыцарь. Потому что это друг, хорошее общее прошлое. Они друг друга знают и вступают в брак и счастливые. Эти браки, когда ухаживание происходит с детства, иногда оказывается, их не так много. Но если они происходят, они высоко мотивированы и, как правило, более или менее удачные. Редактор субтитров А.Семкин